Сделать маммографию и пройти скрининг на выявление факторов риска онкологических заболеваний. Такую возможность предоставили всем желающим женщинам новосибирские медики. Акция прошла перед началом хоккейного матча на территории Сибирь-арены. Пришли сюда далеко не только фанаты хоккея. Небольшая очередь образовалась с первых минут работы мобильного маммографа. Давно планировала, но, как обычно бывает, какие-то обстоятельства мешают. То времени нет, то долгая процедура записи к врачу. А прочитала новости, что Сибирь-арена проводит благотворительный матч. И такой шикарный повод прийти и все-таки сделать обследование, обезопасить себя и свое здоровье. Чем старше возраст, тем выше риск возникновения рака молочной железы, говорят врачи. Если пропустить момент возникновения заболевания, то потом может оказаться слишком поздно. Это надо делать, это обязательно надо делать. После определенного возраста, вообще каждый год. Мне кажется, что большинство все-таки вот как-то так, ну, не думают даже. Сочувствую этим женщинам, потом бывает поздно. Обязательно надо делать. Маммография – рентгенологическое обследование, являющееся стандартом скрининга злокачественных новообразований молочных желез. Именно поэтому мобильный маммограф регулярно отправляется в районы города и области с целью приближения профилактической помощи гражданам. И многие уже по достоинству оценили такой формат работы. Многих людей останавливает от обследования и заботы о себе именно вот этот вот, как это, не знаю, бюрократические вот эти все моменты с записью, с долгим ожиданием. А когда вот есть такие пункты, ну, нужно этим пользоваться. Рак груди – самая частая причина смерти от рака у женщин. И пятая по частоте причина смерти от рака в целом. Опухоли появляются не только у пожилых, не только у женщин. Все чаще рак молочных железы диагностируют у молодых женщин и мужчин, отмечают врачи. Однако при своевременном выявлении это заболевание успешно поддается лечению. Главное, чтобы сами люди не затягивались диагностикой и помнили о своем здоровье. Продолжение следует...